Музыка Изучить ямальский опыт организации кочевого образования в округ прибыла делегация российских сенаторов. Многопрофильный колледж и Ямал Коммунэнерго подписали соглашение о сотрудничестве. Новые имена – муравленковцы-победители и призёры окружного конкурса детского и юношеского творчества. Губернатор Дмитрий Артюхов обсудил с представителями Совета Федерации и Министерства просвещения России развитие кочевого образования. В составе делегации – сенаторы от Якутии, Башкортостана, Ярославской области, Краснодарского и Хабаровского краёв, других регионов страны. Цель их визита – изучить ямальский опыт организации кочевого образования. Сегодня вместе с родителями в тундре находятся более 2,5 тысяч детей, а более 10 тысяч учатся в школах. Из них больше трети живёт в 28 школах-интернатах. И сегодня кочевые школы, как направление в образовательной системе России, нуждаются в законодательном закреплении, но с учётом специфики регионов. «Образование на Ямале имеет много специфики. Думаю, погрузитесь в это в ближайшие дни. Что-то мы решаем самостоятельно. Где-то требуется поддержка, входит до изменения законодательства. Надеюсь, что вы очень, когда это всё увидите, может, какие-то в рамках заседания комитета решение созреёт. Мы уже неплохо продвинулись в улучшение законодательной базы. Ну, в принципе, когда есть ещё над чем поработать». Новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы за последние сутки в пяти муниципалитетах округа. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на Ямале получено 22 положительных теста на COVID-19. Из этого количества заболевания подтвердилось у 12 вахтовых рабочих. Ещё 10 человек заболели в муниципалитетах округа. Самое большое количество положительных тестов получено в ноябрьске – 4. Муравленко за сутки новых случаев не зарегистрировано. Всего на Ямале госпитализировано 105 пациентов в 10 в тяжёлом состоянии. Выздоровели за сутки 34 человека. Количество летальных исходов выросло до 408. За сутки скончался один пациент в Салихарде. На Ямале по состоянию на конец марта привито 30 336 человек против коронавирусной инфекции. Из них 24 089 пациентов завершили вакцинацию, то есть получили оба компонента. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, вакцина доставляется на Ямал регулярно. Больницами отработана логистическая и холодовая цепочка поставки в муниципальное образование. В листы ожидания еженедельно через портал госуслуг записывается около 100 человек. К примеру, на прошлой неделе записались 80 человек. На этой уже примерно 200 изъявили желание поставить вакцину против коронавируса. Напомню, в Муравленко действуют два прививочных пункта – в здании взрослой поликлиники и спортивной школе Муравленко. Акционерное общество «Ямалкоммунэнерго» и многопрофильный колледж Муравленко подписали договор о сотрудничестве в подготовке кадров. Это значимое для города событие будет способствовать совершенствованию системы профессионального образования и развитию теплоэнергетики региона. История сотрудничества компании «Ямалкоммунэнерго» и многопрофильного колледжа насчитывает уже более 20 лет. За это время студенты учреждения неоднократно проходили на предприятии производственную практику, проводили стажировки преподавателей, чемпионаты и конкурсы профессионального мастерства. Немалая часть выпускников пополнила кадровый состав ресурсоснабжающей компании. Сегодня в рамках реализации национального проекта образования особое внимание отводится целевому обучению студентов. Подписание договора – это новый этап сотрудничества. Это только начало нашего сотрудничества, потому что предприятие у нас имеет как три основных вида деятельности. Это теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, так и прочие виды деятельности касаются в том числе и газоснабжения, и работы с контрольно-измерительными приборами на уровне поверителей. То есть это оказание предприятиям и жителям города метрологических услуг. Так что спектр достаточно широк. За последние годы содержание образовательных программ, материальная база и инфраструктура ямальских колледжей существенно изменились. В том числе при поддержке предприятий-партнеров. Создается новая инфраструктура подготовки кадров. Мастерские и корпоративные ресурсные учебные центры с современным высокотехнологичным оборудованием, позволяющим учитывать новые производственные технологии при обучении. Буквально вчера мы получили приказ, что лицензия нашего учреждения есть для подготовки по новой специальности теплотехники. Соответственно, у нас есть сегодня часть материальной базы, которая достаточно начальный этап. Дальше мы совместно вместе с компанией будем развивать мастерские как у нас на базе, так и на базе предприятий. Это новая форма взаимодействия, которая позволяет сегодня подготовку ребят приблизить максимально к производственному. Новую специальность уже включили в план набора абитуриентов на следующий учебный год. В ближайшее время будет организована профессионально-ориентационная работа с учащимися девятых классов. На мероприятие пригласят и представителей ресурсоснабжающего предприятия, которые расскажут ребятам об особенностях профессии теплотехника. Мы уже сегодня договорились в рамках сотрудничества о заключении целевых договоров. То есть те ребята и родители тех ребят, которые захотят получить эту специальность, они могут обратиться в Ямал Коммунэнерго, получить направление, тогда придут к нам по целевому набору. А это уже не только практика, это гарантированное трудоустройство. Специалист по теплоснабжению может быть занят проектированием и разработками, либо непосредственно производством, обслуживанием и ремонтом соответствующих систем. Его основная обязанность – обеспечить бесперебойную работу энергетических комплексов. Будущим теплотехникам в процессе своей деятельности придется столкнуться с таким оборудованием, как котельные агрегаты, теплообменные аппараты, система водоподготовки, то есть центра обезжелезования. Будете следить за процессом выработки тепловой энергии, за качеством теплоснабжения, качеством исходной воды. От этого зависит микроклимат в жилых и общественных помещениях всего города. Работа в отрасли и в компании на территории Ямал Коммунэнерго в целом и анализируя ситуацию с кадровым потенциалом, я на сегодня ощущаю, что данная специальность – это теплотехника и ремонт теплоэнергетического оборудования – самая востребованная и необходимая, в том числе как и по рабочим специальностям, так и по инженерно-техническому составу предприятий, работающих по всем территориям присутствия Ямал Коммунэнерго. Подписание договора о сотрудничестве даст новый вектор развития в подготовке квалифицированных кадров для теплоэнергетики Ямала. Наталья Матюшкина, Антон Иванов, Новости Муравленко. Студенты многопрофильного колледжа вернулись с победой из Тюмени. Там прошел отборочный тур межрегионального фестиваля студенческих бизнес-идей «Золотой саквояж». Муравленковцы выступили очень успешно и завоевали сразу несколько призовых мест. В адрес оргкомитета фестиваля поступило более ста работ с разных уголков страны. За очный отбор прошли 56 лучших проектов. Три из них представили студенты Муравленковского колледжа. Анастасия Купьянович, Анна Никерина и Андрей Андреев. Каждая работа достойна победы, но и конкуренция была серьезная. В итоге из трех два проекта в своих номинациях были признаны лучшими. Это, безусловно, начало пути предпринимательства. И пусть это не будет основным занятием, но опыт всегда в жизни пригодится. И действительно, за несколько дней фестиваля студенты получили отличную предпринимательскую практику. Узнали о современных технологиях продвижения бизнеса, эффективных приемах поиска инвесторов, методике презентации. А еще пообщались с ведущими предпринимателями Тюменской области. Я узнал новые разные бизнес-идеи, получил много информации от кураторов, от экспертов. Пообщавшись с ним, я понял, что ведение бизнеса – это не так уж и легко. То, что есть везде свои нюансы, везде свои плюсы и минусы, и везде можно наступить на свои грабли. Андрей Андреев сделал упор на сферу IT, и это неудивительно. Он учится по специальности компьютерные сети, параллельно работает в этой же сфере. Поэтому к разработке проекта подошел со знанием дела. Но его бизнес-идея не получила высокой оценки. До победы не хватило совсем немного. У меня проект был связан с интернет-сайтом, в принципе, про жизнь города, где будет полная актуальная информация. Рассказал это своим экспертам, своим кураторам. Им понравился проект, но посчитали участников меня, именно не победы в номинации. Но я, в принципе, не расстраиваюсь. Рад более участия принял, получил какой-то опыт. Анастасия Куприянович участвует в фестивале «Золотой саквояж» уже во второй раз. Первый опыт не принес удачи. Но студентка не опустила руки, разработала новую бизнес-идею, продумала все на мелочей. В итоге проект «Салон красоты для животных» стал лучшим в номинации «Экономическая эффективность». Настя признается, во время защиты чувство волнения не отпускало ни на минуту. Но она сумела собраться и достойно представить свою работу. В основном задавали вопросы по теме того, а нужно ли это вообще вашему региону, какую пользу оно принесет, собираюсь ли я расширять. То есть у меня проект изначально направлен на маленькие и средние породы в первое время, с дальнейшим расширением, то есть на большие породы. И вот спрашивали как раз, будет ли расширение, чем мой салон будет отличаться от других. Ну, это все было прописано у меня в проекте изначально, поэтому к вопросам ко всем я в основном была готова. Анастасия – студентка третьего курса. Учится по специальности автоматизации технологических процессов и производств. Теперь, поучаствовав в фестивале, Настя мечтает, что проект не останется только на бумаге. Если бы предоставилась такая возможность, я бы с радостью воплотила его в жизнь, потому что я сама с детства люблю животных и мечтаю с ними заниматься. И я была бы рада помочь городу, занимаясь любимым делом. В золотом саквояжи студенты колледжа Муравленко участвуют ежегодно. И благодаря крепкому тандему с педагогами они ни разу не возвращались с фестиваля без призовых мест. Татьяна Бойко, Антон Иванов, Новости Муравленко. На Ямале объявили о запуске единой платформы о мерах поддержки для предпринимателей – развивайбизнес89.rf. На сайте можно получить необходимую информацию и подать заявку на поддержку. Списки доступных мер, компенсация взноса при покупке франшизы до 500 тысяч рублей, финансовая поддержка социальных предпринимателей и возмещение средств на определенные виды расходов. Кроме того, ямальским бизнесменам бесплатно помогут зарегистрировать электронно-цифровую подпись. Некоторые предприниматели не имеют ресурсов, чтобы ее получить, а большинство, я думаю, вообще просто не знают, как ей пользоваться, либо сталкиваются с проблемами, что это дорого, это где-то не в нашем населенном пункте находится и так далее. Поэтому всем предпринимателям мы предоставляем возможность бесплатного получения электронной цифровой подписи. С 1 апреля заработал новый алгоритм начисления пособий на детей от 3 до 7 лет. Если ранее стандартное пособие составляло половину от регионального прожиточного минимума на ребенка, сейчас выплаты могут достигать 75 или 100 процентов в зависимости от уровня доходов семьи. Прием заявлений от родителей уже начался, при этом расчет будет произведен с 1 января. Те, кто уже получает ежемесячную выплату, смогут подать документы для ее назначения в новом размере. Если органы соцзащиты примут соответствующее решение, то в апреле придет не только увеличенная сумма, но и доплата за первый квартал. Теперь малообеспеченные семьи могут получить увеличенное пособие на детей от 3 до 7 лет в размере 75 процентов от регионального прожиточного минимума на каждого ребенка. Если эта сумма не выведет семью из числа нуждающихся, то такое пособие может быть увеличено до 100 процентов. Такой дифференцированный подход позволит индивидуально подходить к каждой семье и смотреть на уровень нуждаемости и на те мироподдержки, которые семье необходимы. Ямальцы особой заботы демонстрируют свои безграничные возможности. В спортивной школе Муравленко сегодня стартовала окружная пара спартакиада. В ней принимают участие около 50 спортсменов из 8 муниципалитетов Ямала. Оспаривать первенство участники будут в пяти видах спорта. Окружная пара спартакиада – это одно из самых масштабных спортивных событий в регионе. В этом году за места на пьедестале почета в рамках состязаний поборются 47 ямальских спортсменов из 9 команд. Пара спартакиада Ямала-Ниевского автономного округа – это действительно спортивный праздник, потому что это есть возможность показать то, что вы можете, то, к чему вы научились, то, к чему так серьезно готовились, познакомиться и с другими спортсменами, показать себя. Я искренне восхищаюсь вашей силе духа и вашей воли к победе. Вы в очередной раз показываете всем, что ваши возможности безграничны. Мы вами гордимся. Я желаю вам только удачи, победы и только вперед. На правах принимающей стороны Муравленко представляют сразу две сборные. На протяжении нескольких дней участники будут оспаривать первенство в настольном теннисе, плавании, легкой атлетике, шашках и шахматах. Да, эти этапы привычные. Это уже проводится, соревнования проводятся не первый год. Ребята знакомы с этим. Некоторые ребята ездят на Россию, ребят, шашки, шахматы. Это сборная России. Эти ребята постоянно доказывают себе и окружающим, что их возможности в спорте безграничны. К окружной параспортыкиаде участники начали усиленно готовиться в сентябре 2020 года. На первом этапе игре в шашки Амина Тельхигова из Муравленко уверенно обошла трех своих соперников и заняла лидирующую позицию в итоговой таблице. Я пришла, чтобы победу получить, как бы грамоты и все такое, свое зрение лечить. Александр Бойко из Надыма также не уступает соперникам и активно борется за победу. Ему всего 14 и он уже 4 года занимается спортом. В честь своего города спортсмен будет отстаивать не только в шашках, но и в плавании. На протяжении нескольких дней в спортивной школе Муравленко будет работать и игровая зона для участников соревнований. Здесь они смогут сыграть в гигантский боулинг, футбол, Angry Birds и сделать аквагрим. На площадках организована работа волонтерского корпуса. Это очень нравится детям, потому что после того, как они отыграли спортикиаду, у них есть свободное время, чтобы позаниматься здесь и повеселиться. Уже завтра спортсмены примут участие сразу в двух соревновательных этапах – плавания и шахматах. 4 апреля пройдут завершающие состязания по настольному теннису и торжественное закрытие пары спортикиады. Анастасия Попова, Сергей Лукович, Виталий Сидняев. Новости Муравленко. Муравленковцы вошли в число победителей и призеров окружного фестиваля детского юморского творчества «Новые имена». Юные музыканты завоевали шесть дипломов разного достоинства. А воспитанница детской школы искусств Антонина Николаева в своей категории стала лауреатом первой степени. Чарующий голос Татьяны Кузнецовой раздается под сводами купольного зала детской школы искусств имени Сергея Рахманинова в Новом Уренгое. Девушка приехала в газовую столицу из Надыма, чтобы исполнить песню «Альпийская пастушка», написанную Джекиано Рассини в XIX веке. Эта композиция до сих пор остается далеко не самой простой для исполнения. «Сложность исполнения этой песни заключается в том, что нужно иметь активное дыхание, также нужно уметь работать над фразами, нужно уметь петь все очень чисто, и вот эти скачки, которые там существуют, их нужно уметь также пропевать». Выступать перед членами жюри под аккомпанемент своей мамы добавляет уверенности, заверяет муравленковец Иван Бородыня. Именно мама предложила сыну освоить новый для него музыкальный инструмент – ксилофон. Но Иван решает сыграть не только на нем. На взгляд и слух неискушенного музыкой зрителя кажется, что юноша вполне уверенно отбивает ритм на барабане. «Сначала я когда боялся, что ой, а вдруг там не так сыграю, вдруг ляпну, но потом подумал, что просто главное расслабиться и сыграть как надо». Участие в столь масштабном музыкальном конкурсе – это престиж и отличная возможность заявить о себе. «Как правило, мы делаем такой некий отбор, чтобы каждое учреждение представляли самые лучшие, самые достойные дети, наиболее подготовленные, одаренные, талантливые. В этот раз, в этом сезоне мы предоставили эту возможность абсолютно всем желающим». А это уже большой зал детской школы искусств имени Сергея Рахманинова. За знаменитым роялем «Бихштейн» выступает Александра Полякова из Нового Уренгоя. Она считает, что на конкурсе лучше играть те произведения, которые близки по духу самому музыканту. «Сонату Моцарта, так как мне достаточно подходит Моцарт, мне все это говорят, и роман Царенского. Я очень люблю такие лирические произведения, мне прям по душе это». «Бихштейновские рояли» появились в Новоуренгойской детской школе искусств в сентябре прошлого года, благодаря нацпроекту «Культура». Среди музыкантов они по праву считаются одними из лучших в мире. В своем ежегодном докладе губернатор Дмитрий Артюхов отметил, что только за два последних года приобретено без малого 500 музыкальных инструментов для школ разных городов округа. В этом году развитие получат также библиотеки и арт-резиденции, а на север приедет целая плеяда звезд мировой величины. «Нашим городам действительно не хватает ярких событий в сфере искусства. Поэтому в год талантов у нас большие планы. Речь идет о таких известных театрах, как «Табакерка», «Хат», «Театр сатиры», «Современник». Приедет к нам и выдающийся дирижер Валерий Гергиев, пианист Денис Мацуев. Он очень полюбил наш край. Все это произойдет уже осенью». Ну а победители 11 окружного конкурса «Новые имена» смогут претендовать на губернаторскую стипендию. Кроме того, призеры соревнований получат возможность участия в престижных мероприятиях федерального уровня за счет средств окружного бюджета. Наталья Матюшкина, Антон Иванов, Новости Муравленко. Это все новости на сегодня. Еще больше подробностей на нашем сайте муравленко24.ру Матюшкина, Антон Иванов, Новости Муравленко.ру